Где брать ссылки, если не на биржах? Наверное, самый популярный вопрос, который задают чаще всего клиенты и говорят, а где вы будете покупать ссылки? Сегодня я хочу поговорить о ссылочных методах, которые точно не являются покупные, а точнее об одном. Его называют по-разному, это ссылки с партнерских блогов, его еще можно слышать название редакционные ссылки, кто-то называет editorial links. Я хотел бы разобраться об этом понятии более конкретно, рассказать о реальной стратегии, как она работает, ну и конечно же показать, что же живые примеры, как это делать, как получать такие ссылки и как поставить этот процесс на поток. Ведь действительно многие вещи на поток ставить трудно. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick, поехали! Давайте коротко к определению. Собственно, editorial link или редакционная ссылка, редакторская ссылка, как вы угодно можете ее называть. Это ссылка, которая скорее является результатом качества вашего ресурса и обычно она определяется качеством контента на вашем ресурсе и маркетинговыми методами, которыми вы работаете. То есть фактически это некая вершина айсберга, которую вы можете себе сделать. Редакционная ссылка получается, что мы можем запомнить в определении, она не оплачивается, она конечно же никак не продается, но и конечно же получается естественным образом. Путем публикации высококачественного контента разных размеров. Как вы видите, размеры могут быть абсолютно разными. Это может быть и короткое интервью и большая статья. Пример большой статьи покажу чуть позже, так что советую ролик досмотреть до конца и конечно же поставить лайк, если вам сам ролик понравится и задать вопрос в комментарии. А кто смотрит меня впервые, не забудьте подписаться. Итак, получается, что владельцы сами на вас ставят ссылку, даже если вы этого не просите. Это очень важный момент, когда вы работаете в сфере вот этих editorial links. Примеры редакционных ссылок. Конечно же, вот такая подборка интервью, которая в принципе может быть соседствовать с другими ссылками, то есть сайты подборок. Следующий пример. Вторым примером, по которым может быть ваша подборка опубликована, это опубликовано на сайтах Medium, подобных сайтов, на которые ведутся всевозможные блоги. Фишка в том, что трафик с таких ссылок на самом деле имеет небольшое значение, потому что они, возможно, не так популярны. Но там тоже можно быть. Самое забавное, что ссылка у меня еще была непосредственно на самом сайте ArtSites, но она сейчас удалена. Причина, конечно, неизвестна. Может, она переехала. Примером следующих это, конечно же, опросы. Опросы, которые точно так же могут делать крупные СМИ. Участие в опросах позволяет вам тоже добавить дополнительный контент и добавить его, чем больше вы, конечно, его дополните, тем лучше. Чем больше вы ответите на эти вопросы интересно, креативно и, самое главное, качественно, тем лучше. Второй пример, как, допустим, исследование про ссылочный индекс проводил непосредственно Serpstat, это пример их внутреннего исследования. И фактически мы предоставили им дополнительные данные, на что мы обращаем в первую очередь внимание. То есть на критерии, которые мы используем непосредственно для оценки качества ссылочного индекса среди аналогичных сервисов. Ну и, конечно же, это фактически исследование, которое проводилось не нашей платформой, но использовались наши данные. То есть вещи, на которые мы и ориентируемся, и точно так же ориентироваться могут другие. Точно так же вы можете предоставить данные своего исследования таким площадкам. И поделившись какими-то цифрами, например, там у вас кликабельность составляет, допустим, в первой тройке, там такое-то значение. Вы это провели полное исследование по всем ключевым словам коммерческого типа. И вы подсчитали среднюю кликабельность там в нише. И вот этими цифрами тоже можно поделиться. Или можно поделиться там связи там с какими-то событиями, да, там трафик гугла резко пошел вниз. Ну и об этом тоже можно поделиться, сославшись на это исследование, которое провели вы. Примером также могут быть большие развернутые посты. Вы можете написать собственное такое исследование, собственный кейс, собственную информацию. И опубликовать ее на подобных сайтах. И расписать, как эту проблему, конечно же, можно решить. Решить методами, которые, например, занимается в данный момент портал, для которого вы пишете. Поэтому классическую статью можно точно так же написать. Это моя одна из первых статей, в которой действительно очень много просмотров. И она до сих пор, как говорится, мне нравится. Я писал чуть позже другую статью, мануал, которая на самом деле более подробная. Но она как-то мало популярна оказалась. Наверное, потому что слишком популярная тематика, в то время как эта тематика низкоконкурентная была. Ну и, конечно же, никто не мешает вам записать классическое интервью для СМИ. СМИ разных можно выбирать, разного шиба. Но суть заключается в написать интервью, дать интервью, что за компания, с чем ее едят и тому подобные вещи. Вот короткий пример, который бывает в Editorial Link. Условно говоря, мы если перечислим еще раз, это ссылка в новостной онлайн-публикации, которая ссылается на ваш сайт. Ссылка в интернет-журнале, которая ссылается на бренд с URL-ссылкой. Опубликованная исследовательская работа, в которой ваш веб-сайт упоминается как ресурс. Экспертный пост со сводкой новостей, в котором представлена обратная ссылка на ваш бизнес. Ну и, конечно же, ссылка в опубликованном интервью с URL-адресом вашего сайта. Все это, это действительно ключевые виды Editorial Link, Link Building. Но теперь маленький нюанс, как их получить. Об этом в следующей главе этого видео. Первое, что вам нужно, конечно, сделать непосредственно для входов Editorial Link Building, вам нужно создавать хороший контент. То есть, давайте так разберемся. Контентом для вас в целом является ваш сайт и ваша представленность в интернете. Как вы представлены в интернете, как активно вы создаете контент, какого качества создаете контент, нравится ли ваш контент вашей целевой аудитории. Эти вещи, которые нужно будет сразу поставить на голове, как говорится, стола. И если вы занимаетесь непосредственно SEO-продвижением недавно, совсем молоденькие, только-только сделали их аудит, юзабилити, какие-то банальные вещи сделали, которые предлагают 80% SEO-шников. Там где-то ссылочки вам сделали, каталоги сделали. В этой главе мы поговорим, как действительно получать эти же ссылки, эти редакционные, редактурные ссылки, как их можно угодно называть, или Editorial Links, будем их так называть. Чтобы их получать, вам нужно, во-первых, иметь качественный контент. Под качественным контентом мы упоминаем несколько вещей. Поехали. Первое. У вас должен быть хороший сайт, на котором постоянно публикуется качественная информация, которая полезна вашей аудитории. Второе. Вы должны быть представлены в сети. То есть вы должны быть достаточно известны. Про вас можно легко нагуглить какую-то информацию. Вы представлены в соцсетях, хотя бы в одной более активно, чем в других. То есть, например, в YouTube, как SEO-квик непосредственно, или там как Анатолий в LinkedIn. Непосредственно любой вариант подойдет. Главное, чтобы хотя бы где-то вы были профессионалом. Третий момент. Вы должны создавать действительно качественный контент. Буквально в недавнем ролике Нил Патель в таком шорте сказал. Его спросили, что лучше, большое количество контента или небольшое, но качественное. И он на простом примере показал, что если вы создаете много контента, нужно уделять качеству, потому что количество контента уже начинает расти. По любой теме уже может Google выдавать миллионы результатов, и шанс попасть в нужные гораздо меньше. И с некачественным контентом в десятку лучших попасть невозможно. Поэтому уделяйте внимание именно качеству. Снимайте реже, но снимайте, снимайте периодично, записывайте периодично. Например, я выбрал нишу подкастов, подкастов у меня уже больше 400, и эти подкасты дают действительно огромный трафик и известность. Я удивляюсь, что действительно много людей их слушает. Ну и последнее, что нужно, представленность. То есть мы говорили про такие вещи, как сайт, ваше имя и, как говорится, постоянство создания контента. И последнее, как это все можно подчеркнуть, все это нужно делать достаточно долгое время, и этому уделять, конечно же, ресурсы, выделять ресурсы вашей компании. Если же вы только-только начинаете свой SEO-путь, и вам SEO-шник настойчиво говорит, занимайтесь контентом, это же фактически одновременно и SERM, то, что занимается отзывами, и PR, то, что увеличивает вес вашего бренда. Но вы это все откладываете, вы хотите только продажи, продажи хотите сегодня, а там когда-нибудь потом я займусь через несколько лет брендом, вы проиграете. Вы проиграете эту войну современным бизнесам, которые выделяют на все ресурсы, на каждое из направлений выделяют ресурсы. Мои клиенты, которые уделяют внимание бренду, у них вообще нет никаких проблем с лидогенерацией. У них коэффициент конверсии в сделку гораздо выше. И, конечно же, это не просто так, это дается не с воздуха. Если вам будут рассказывать сказки, вот наш лендинг конвертирует, там все-таки много, все хорошо, вы попробуйте это масштабировать. Вы поймете, что масштабировать бизнес и без бренда становится гораздо сложнее. Поэтому фактически Editorial Link это стратегия, которая предназначена для людей, у которых есть бренд. Бренд на разных этапах роста, развития и формирования. Но он должен уже к этому времени существовать. В первую очередь вам нужно сделать ссылочный аудит. Для того, чтобы сделать ссылочный аудит, подойдет реально Ахрепс. При помощи него вы можете вбить любой домен и посмотреть, какие dofollow ссылки на данный момент на этот сайт сделаны. Почему я высматриваю в основном dofollow ссылки? По одной простой причине. Чаще всего большая часть ссылок на сайт ставится именно dofollow, те, которые Editorial Links. Потому что nofollow линки, скорее всего, там встречаются все реже и реже. Но пойдем непосредственно поближе к этой теме и рассмотрим, что же интересного можно увидеть в Ахрепс. Конечно же, можно посмотреть, допустим, по порталу серпстат, на котором мы размещались, какие ссылки на него непосредственно поставлены. И можно увидеть, что на него ставились там ссылки, которые там без free keyword rank checker tools. Это так называемых подборках. То есть люди делали подборки. То есть сразу хочется взять мысль, что сервисы однозначно продвигать через подборки. И смотреть, где они присутствуют. Если мы посмотрим их другой портал, который занимается производством софта для SEOшников, довольно неплохого софта для проведения аудитов. Можно посмотреть сразу, примерно, какие ссылки тоже здесь есть. И можно увидеть, что есть у них ссылки с блогов, которые пишут они, это их же блоги. Есть не их блоги, допустим, что такое парсинг сайт. Это классическая статья. И фактически вот так вот все домены можно вот так вот выбрать, выбрать, выбрать. Точнее, можно вот так вот их скачать. Вот мы сейчас возьмем, скачаем там все 2000 доменов, которые есть сейчас на этот сайт. И попробуем их проанализировать. Проанализировать это будет несложно, потому что мы скопируем результат. И, конечно же, давайте откроем Excel. И в Excel посмотрим. Вот наши все площадки. Но у нас здесь есть огромное количество сайтов, которые, условно говоря, на английском и на русском. Наша задача их будет почистить. Но для этих целей мы сначала постараемся убрать дубли. А дубли мы будем убирать по доменам. Поэтому сейчас мы переходим на нашу утилиту, которая позволяет поставить напротив каждого URL от домены. URL, кстати, tool абсолютно бесплатный. Пользуйтесь, он очень удобен. Просто конвертируем. Копируем результат. И вставляем сюда. Вот все наши домены получились здесь. Теперь наша задача убрать дубли. А, их даже тем более нет. И вот домены, которые у нас есть. Фактически вот с доменами и мы и будем работать. Вот те домены, которые здесь указаны. Вот мы фактически по ним и будем работать непосредственно по Editorial Link Building. Что им писать, кому им писать, что делать. Об этом чуть-чуть дальше. Итак, первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, отобрать сайты и посмотреть, что они собой представляют. Конечно же, нужно смотреть внимательно, какого типа контент мы изучаем. Например, мы посмотрим сейчас на одну из статей, что такое parsing site. И мы увидим, что это просто написанная статья. Мы так понимаем, они просто написали и сослались на нас, как мы понимаем, скорее всего, бесплатно. Это довольно неплохо, если они сделали бы такую штуку бесплатно на портал. Вот как они, собственно, здесь сослались по поводу инструмента. Как раз по Netpeak Spider они сделали отдельный линк. Вот, просто сделали линк. И самое забавное, что видосы поставили на другое. Вот. Ну, к чему мы ведем, что могут сделать и без вас эту ссылку, если вы будете известны. Но если вы его неизвестны, скорее всего, вы будете делать через общение с авторами. Например, вы можете читать такого рода блоги и увидеть, что у этих блогов есть автор. У крупных блогов всегда есть автор. Можно с ним всегда напрямую связаться, потому что у него есть его соцсети. Можно его написать в LinkedIn. И, конечно же, договориться с ним, познакомиться, что вы такой-такой классный. Вот вы разработчик инструмента, вы разработчик или там ведете такой соответствующий контент. Это все, что угодно. Все начинается с первоначального знакомства. Ваша задача завести знакомство с этим человеком. И раз он здесь писал, он может написать и еще. Либо отредактировать свою статью, прообдейтить ее, дополнив вашим абзацем. Вы можете ему прислать текст, который вы хотите добавить, но это чуть позже. Первоначально ваша задача изучить все ссылки, которые тут есть, и посмотреть, с кем можно завести знакомство. Здесь это не работает по принципу классического гостевого постинга, где вы просто вылавливаете имейлы и строчите каждому из них, что вы хотите написать классный пост. Нет, скорее всего, вам придется подружиться с тем автором, который тут работает, и сказать, что вот, у меня уже есть куча контента, который я создавал для себя. И хотел бы поделиться этим контентом у тебя. Донести, что у меня вот есть интересная штука. Ему нужна всего лишь короткая суть, что дополнить его существующую статью. Допустим, разработчик 18-го бесплатного инструмента по SEO. Например, как наш веб-сайт Аудит. Ссылочку, кстати, оставлю в описании. Вот. И, само собой, добавить сюда любой инструмент было бы неплохо, который существует в эту статью. Таким образом, если перебрать все вот эти ссылки, рано или поздно вы дойдете до такого момента, то, что фактически все площадки, которые вы пересмотрите, это будут отличные места для того, чтобы расположить свою ссылку. Если вы будете это делать не по одному конкуренту, а по 20, условно говоря, то у вас очень быстро соберется большая база для размещения интересных мест для публикаций. Поэтому, спарсив базу, познакомившись с авторами, можно уже формировать стратегию. И мы должны перейти к очень важному дисклеймеру. Вы не сможете сделать 50 эдиториал-линков в месяц. 20 эдиториал-линков в месяц. В лучшем случае у вас будет получаться 1-2. Но в чем прелесть этих линков? Их с удовольствием можно разгонять по соцсетям. Их с удовольствием можно пиарить у себя на ваших ютуб-каналах. Вот эту статью, которая вышла, говорите, вот она вот в комментарии закрепленном. Или также эти статьи подборки, можно по ним делать целые обсуждения. Можно выходить на отдельные подкасты, обсуждать материалы публикованной статьи. По одной причине, чаще всего статья написана сборная, либо другим автором про вас. Поэтому там есть о чем рассказать. Де-факто это целое интервью, которое взяли у вас. Как же фактически настроить нашу работу? Конечно же, ваша задача не просто создавать контент, а потом проситься в гости. Там, типа, вот, друг, давай вместе, давай я у тебя размещусь, а давай я у тебя размещусь. Нет, нужно проводить действительно большую и долгую работу по знакомству. Идеальным вариантом для вас, возможно, будет это проведение совместных вебинаров или совместных подкастов. И то, и другое мы делаем на наших сайтах SeoQuick и Unmiss. Вы можете посмотреть на наших сайтах, уже все это проведено. И если вы зайдете в раздел блога, давайте выберем раздел аудио на Unmiss у Анатолия. И я вам хочу кое-что показать. Знали ли вы, что у нас проходил подкаст с Нилом Поттелем? Да, с тем самым, тем самым Нилом, который фактически является вторым таким именем после Брайана Дина в нашей сфере. Да, мы с ним проводили вебинар и его, конечно же, подкаст, и его, конечно же, можно найти здесь. Если мы подлистаем, вы увидите очень много разных людей, которые занимаются разными вещами в сфере интернет-маркетинга. Но внезапно вот есть отличный подкаст с Нилом, который у нас есть непосредственно на сайте. Его можно зайти, послушать, скачать. А если не ошибаюсь, в LinkedIn можно его еще и посмотреть. Есть прямое видео как раз на этот подкаст. У нас же на самом деле чуть-чуть на сайте это все разделено. Но при этом, если вы зайдете в блог, вы увидите, что есть помимо подкастов, которые мелькают, есть совместные, в частности, у нас подкасты с ребятами из других компаний. И есть совместные вебинары с ребятами из других компаний. Поэтому, если смотреть внимательно, вы увидите действительно огромное количество контента, созданного совместно, а не в одиночку. То есть контент, который создан в одиночку, он бывает мало кому интересен. А контент, созданный, как говорится, в коллаборации с другими ребятами из сферы, приносит действительно свой доход. Поэтому коллаборация, прежде чем создавать контент на стороне, это первое, что вы можете предложить. Предложите всем, у кого вы хотите в будущем разместиться, побывать у вас в гостях. Поэтому будьте гостеприимны на своем контенте. Предлагайте им выступить на ваших видео, написать гостевую статью, все что угодно. То есть сделать какой-то контент. Почему я с гостевыми статьями очень осторожен? И, например, я считаю, что с гостевыми статьями я, например, очень чепетильно выбираю контент. По одной простой причине. Каннибализацию в SEO никто не отменял. Контент, который пишется, конечно же, должен быть качественным. Мы стараемся писать не мусорные статьи. И если ко мне приходят те, кто хотят просто написать статью и получить ссылку, скорее всего, статью мы публикуем, ссылку нет. И чаще всего плохой материал можем вообще не опубликовать. И это факт. Поэтому я лишний раз уточняю. С гостевыми статьями тоже будьте внимательны. Никто не будет публиковать мусорный контент. Ни ваш на стороне, ни, допустим, мы... И вы не захотите публиковать мусорный контент от каких-то ребят, которые захотят у вас разместиться. Поэтому уделяйте этому внимание. Если посмотреть чуть глубже, вы поймете, что, возвращаясь к первому пункту, контент – это действительно король. И здесь невозможно сделать процедуру аудитории линкбилдинга, не создав контент у себя. Я не просто так сказал, что когда вы начинаете SEO, вы должны закладывать кирпичи уже по контент-планированию. Какого формата контент у вас будет? Будет ли это YouTube? Будет ли это подкасты? Будут ли это соцсети активные, в которых вы будете взаимодействовать с аудиторией? Будет ли это стримы, которые будут напрямую направлены на аудиторию? Как вы будете взаимодействовать с аудиторией, нужно смотреть. Смотреть от конкурентов, плюс учитывать тренды нового времени. В противном случае, ничего хорошего из этого не выйдет. Все это нужно учитывать и на все нужно обращать внимание. Если вы, как говорится, не будете заниматься контентом, то editorial линкбилдинг светит вашим конкурентам. Ну, точно не вам. Почему же нужно обновлять контент? По одной простой причине. Когда вы будете хвастаться, что у вас классные материалы, людям, которые захотят опубликовать ваши материалы, они будут смотреть в первую очередь на то, как давно написан материал, насколько свежая и актуальна эта информация, нет ли там устаревших данных, еще важнее, нет ли там фактических ошибок. И главное, контент, который вы обычно хвастаетесь, не пишется копирайтерами. Я записывал видео про то, что такое копирайтеры, что они пишут чаще всего, что на самом деле должно писаться на вашем ресурсе. И на самом деле я считаю, что просто копирайтеры, которые вы нашли буквально вчера и пишут вам на сайт, это плохой путь и путь в никуда. Если вы хотите сэкономить на создании блога, вы сэкономите на создании editorial линков. У вас их просто не будет. У вас будут какие-то другие линки, но точно не эти. И эту стратегию вам никогда, как говорится, не достичь до конца. Нам для того, чтобы фактически войти в нишу editorial линкбилдинга, нам пришлось заниматься два года блогом, один год ютубом. И только после этого мы начали делать свои editorial линки, которые есть сейчас на нашем сайте. Мы не делали ни одной ссылки с биржи, что очень важно. Мы не покупали ни одного пресс-релиза в СМИ, что тоже очень важно. И фактически мы очень долгое время, как говорится, были сапожниками без опок, без ссылок. Но мы знали, что этот путь приведет нас к нужному результату. И те ссылки, которые у нас есть, вряд ли может похвастаться любой SEOшник, который на бирже покупает ссылочки для любого проекта. Поэтому editorial линкбилдинг – это действительно дорогой долгий хлеб и требующий действительно титанических результатов по работе с контентом. Но он окупается. Про что же тогда писать в этой сфере, в editorial линкбилдинге? На самом деле выбор темы здесь очень действительно сложный. Я постараюсь найти свой старенький коттен-план и показать вам, как это было. Давайте немножко разберемся, что занимает editorial линки фактически в стратегиях ссылочного продвижения. Я бы их поставил на высший пьедестал по стратегии по качеству работы. То есть, по факту, это вершина пока что ссылочного линкбилдинга. Когда про вас ссылаются и вы об этом не просите, либо когда вы написали на e-mail и вы просите, чтобы, ну типа, окей, да, будет ссылочка. Но вы никого не напрягаете. Это приходит, когда вы выстроите всю эту стратегию, про вас будет много материалов, и вы будете заниматься тем, что будете публиковать какие-то исследования. Именно благодаря вот этим гостевым постам можно публиковать исследования, можно писать, что типа, вот, у меня есть интересная идея, я хочу и поделиться, и публиковать. Более того, у вас их будут цитировать, потому что вас будут читать люди, которые читают эти посты. Вы, напоминаю, в editorial линкбилдинге ссылки делаете не ради ссылки, а вы ссылки делаете ради того, чтобы ваш материал читали, ним делились, его изучали и понимали, кто вы такой. Поэтому давайте еще раз подытожим все этапы, которые вам нужно будет сделать. Первоначально мы перечисляли это контент, который должен у вас постоянно появляться на сайте, вовремя обновляться и существовать в нескольких формах. Во-вторых, вы должны понимать, с кем вы будете вести в будущем, через несколько лет эту стратегию, начать с ними знакомиться и проводить совместные контенты. То есть совместные ролики, совместные подкасты, совместные эфиры, совместные интервью, все что угодно. Ваша задача подружиться и начать работать. Вы можете подружиться всего лишь с пятью, потом количество увеличить до 15, потом количество увеличить до 45 человек, и этого будет достаточно. И после того, как вы нарастили знакомство, получили первые посты, уже говорите, что у вас есть посты вот там-то, 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 Вы участвовали в каких-то конференциях, вы участвовали в каких-то вебинарах, и уже вам гораздо легче, потому что вы уже пересели с велосипеда на автомобиль, и уже едете на автомобиле, и уже вас замечают гораздо больше и более высокого уровня люди, и они уже готовы с вами взаимодействовать гораздо проще, и вы ролики создаете без каких-то либо трудностей, статьи пишете без трудностей. Вам самим пишут с просьбой для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, потому что вас знают, вас замечают. Поэтому Editorial Link Building позволяет ловить ссылки высшего уровня. Во-вторых, сколько стоят такие ссылки? Такие ссылки стоят столько, сколько вы потратили на их изготовление. По факту, сколько времени работал Link Builder, который вел диалог, сколько времени вы потратили на написание контента, если вы его пишете, но это ваши деньги, если пишет ваш ассистент, это зарплата ассистента. Третий момент, конечно же, сколько времени потратил дизайнер для того, чтобы этот контент обработать, если это видео контент, или аудио контент, или текстовый контент, это работа дизайнера, конечно же. Ну и, конечно, его же нужно разместить, то есть нужно вести работу по его непосредственному размещению этого Link Builder, это тоже нужно объем работ учесть. Поэтому в среднем она стоит, ну, если говорить так вот на чистоту, одна такая ссылка в среднем на рынке может стоить в районе 400 долларов, вот по текущим меркам. Если мы говорим, это ссылка в статье. Видеоролики, конечно же, могут стоить разных денег, все зависит от уровня монтажа и, собственно, что там происходит. Но они гораздо стоят, конечно, дешевле, если это всякие вебинары, то есть к ним там вообще, они там могут стоить вообще там до 50 долларов, там, условно говоря, что Link Builder вам нашел человека. С кем вы пообщались. Но вот именно гостевые ссылки в статьях, материалах, подборках, они где-то стоят примерно таких денег. Если вы будете планировать бюджеты на эти вещи, то фактически этот этап запускается уже на финале SEO-продвижения. И в среднем вам нужно выделять такое количество средств на производство контента под этот вид Link Builder и работу Link Builder. Первоначально, что, конечно же, мы делали, мы собирали базу, собирали довольно обширную базу всех сайтов. Все сайты были переданы Link Builder, который занимался очень рутинной работой. Он смотрел, какие из них принимают посты, у какого качества у них блог, какого качества у них форматирования блога и фактически писал нам рекомендации. Здесь этих рекомендаций в данный момент в таблице нет. Я их спрятал. Соответственно, после того, как мы работали, мы начали сформировать все нужные нам документы по всем спискам, по всем сайтам и, конечно же, метрики по всем доминам. Мы выбирали те домины, с которыми мы, допустим, в данный момент работали. Ну и, конечно же, наша задача была ловить все сайты. Мы смотрели, кто из них откуда ловит ссылки, на каких площадках, кто из них там балуется биржами, кто не балуется биржами. Ну, конечно же, начали смотреть, где можно было бы разместиться. Ну и начали писать свои первые статьи и пробовать делать аутрич. То есть, мы встречались, знакомились и просили попубликовать первые гостевые посты. Эти гостевые посты действительно нам давались с трудом, потому что огромное количество людей нам отказывало. И, конечно же, у нас были вопросы по поводу того, как эти все статьи оформлять. Мы платили дизайнеру, чтобы они нам все это прорисовывали, потому что все статьи, которые присылали, мы ему говорили, что они не годятся, нам нужен качественный дизайн. То есть, нужно все в стиле. И мы, короче, занимались тем, что работали. Собственно, фактически работа вся велась к тому, чтобы все приводить каждый под свою площадку. Брались в фирменные стили, все это передавалось дизайнеру. Дизайнер тогда работал у нас удаленно, но потом уже, собственно, стал работать в нашей команде. Ну и как итог, результатом являлось то, что мы написали действительно огромное количество статей, которые есть на разных сайтах. То есть, можно посмотреть одни из первых, которые мы делали. Все ссылки, которые есть, делали тогда еще очень давно. Но фишка в том, что мы начинали это фактически с того момента, когда у нас уже появился блог, мы стали немножко известны. Вся эта работа заняла у нас, по получению всех этих ссылок, заняла у нас фактически несколько лет. То есть, но при этом несколько лет, если не ошибаюсь, где-то полтора года. То есть, за полтора года нам получилось сделать 43 ссылки с довольно-таки интересных и сильных источников. Да, как говорится, тут встречаются и караси, и щуки, но тут даже попались и акулы, что очень действительно важно. Поэтому, как говорится, КПД гостевого постинга это не 100 ссылок. Как вы видите, мы, работая над этим всем, сделали не так уж их много. Поэтому ссылки, которые мы получили, не являются там гигантских количеств полученных. Самое главное, что когда мы их уже начали строить, все ссылки, которые мы делали, мы связывали друг с другом. То есть, материалы, которые я писал на других источниках, уже фигурировали в новонаписанных источниках. То есть, я ссылался не только на одного себя, но и на написанные мной материалы на других ресурсах. Потому что я, в основном, обязательно опирался на исследования, исследования в сборе ключевых слов. И многие материалы у меня были посвящены именно этой тематике. Поэтому очень важный момент, это ваша специализация. Вы не можете писать обо всем в гостевых таких вот адиториал-линках. Вы не можете писать, вот я сегодня, давайте я вам напишу про контекстный реклам. Ой, давайте я вам напишу. Нет, выберите какую-то одну вещь. Допустим, вот я брал вот именно сбор ключевых слов, кластеризация ключевых слов, методы кластеризации, сложности кластеризации. Вообще, поэтапные, как их правильно делать, чтобы вы не делали лишних действий, и вам было легче это делать. Я вот этому уделял больше внимания. И именно вот этим вещам, все, что связано было с контекстной рекламой и сбором ключевых слов на первичном этапе, я уделял максимальное внимание во всех своих постах. И благодаря этому мне действительно повезло, то есть, у меня многие мои материалы принимали, принимали, а потом уже начали принимать и другие материалы, не только посвященные моей основной специализации. Но прежде чем вы будете двигаться, выберите внимание специализации. Например, первая же специализация Анатолия была, это как наращивать ссылки без покупок ссылок. Да, вот именно он рассказал про этот метод, как только мы его начали делать, в самой первой же площадке, на которой мы разместились. И вот в этом-то и есть вся фишка, что мы начали рассказывать, потому что мы уже попробовали это на другой площадке, расписали это как кейс и получили нашу вторую ссылку. Насколько они эффективны? На сегодняшний день эффективность этой стратегии действительно высока. По одной простой причине, она в основном находится в руках у совсем небольшого количества компаний. Не так все массово этому уделяют внимание. Как говорят в SEO, да, сначала все работает, потом приходят SEOшники и все портят. Так вот, на самом деле этот кусок гранита SEOшникам до сих пор полноценный не по зубам. Автоматизация в этом процессе попросту невозможна. Единственные способы, которые хоть как-то напоминают Editorial Link Building, это создание всевозможных сеток блогов, которые ссылаются на ваш ресурс. Это, как называется, китайская копия реального Editorial Link Building. В сетке PBN и подклейки, я про них рассказывал в своих прошлых материалах, это стратегии обмана. Эта же стратегия обманом не является и никогда не являлась. Поэтому она не может быть дешевой, не может быть простой и к ней нужно действительно готовиться. Будет ли Google с ней бороться? Нет, не будет. Он считает такие ссылки качественными и будет считать дальнейшими. Потому что не каждый себе может их себе позволить в том виде, как они есть. И когда вы открываете Ахревс и смотрите метрики, как раз вот такие ссылочки и, конечно же, имеют огромное количество ключей, трафика и передаваемый вес, их максимально высок, потому что все эти ссылки высокотематичные, имеют высокую долю тематичности по передаче веса на конкретную страницу. Поэтому мое мнение, если вы до сих пор продвигаетесь старыми методами и не хотите ничего менять, есть очень высокая вероятность, что ваши конкуренты посмотрят это видео и захотят изменить мир. Мы в свое время мир изменили, мы перестали быть ноунейм компанией, сейчас мы SEO Quick, мы будем становиться все известней. И если вы хотите становиться тоже известней, конечно же, обращайтесь к нам. Ссылочка для того, чтобы связаться с нами и все формы контактов находятся в описании этого видео. Желаем всем, конечно же, побольше продаж, позиций, трафика, но помните, мы все это можем помочь вам сделать. Всем пока и всем хорошего дня!